А ты залезешь на дерево, прыгаешь? Ааа, поранят. Ааа! Усалка. Гори, пока! Что? Ну что, крошки, мы едем на Кипарисовое озеро. Я хотела на самом деле нарядиться, хотелось, хотелось мне нарядиться, хотела одеть длинный сарафан в пол, но сказали, что туда надо еще 10-15 минут идти, вообще, я даже не представляю, что там за дорога, мы взяли коляску. Хорошая. Хорошая, да? 800 метров идти. 800 метров идти, но с коляской вроде нормальная дорога. Но я подумала, что все равно мне будет тяжело, если пацан захочет мне на руки, я, короче, думаю, ладно. Лучше завтра мама будет себя чувствовать лучше, я оставлю и пацана, и мы пойдем специально фотографироваться туда, если там действительно огонь. Устроим фотосессию. А сегодня просто поехали посмотреть. Сейчас уже начало седьмого, отличное время, отличный свет для фото, что самое главное. Пацан готов, рот закрой, рот открыла отчасти, вот, Кристина тоже там, вот, мы ее вперед посадили, чтобы она наслаждалась видами, вот. Ну что, мы вышли из такси, ехать реально сюда, 4 минуты мы ехали ровненько, мне кажется. Решили обратно подвинуть пешком. Да, и что-то я подумала, ну, как-то здесь дорога хорошая для коляски, прям, вот, видите, хорошая. Естественно, Кристина колясочку катит, моя красавица. Ну что, ну что, все, я, да, я, вот. Поезд до озера 500 рублей, можно было доехать. Да, можно было доехать до озера 50 рублей, но мы решили полюбоваться красотами. По пристили, ахом. Да не знаю, что-то я не тормознула, надо было, на самом деле, взять. Не надо, надоело уже ездить тут, смотри, какая. А, Кристина, конечно, все, да, она любит походить, поплавать. Не, ну подожди, ну совсем уже, скоро люди, вообще, одна голова будут. Ты понимаешь, что, да, я скажу прям зрителям? Скажи. Почему мизинец самый короткий? Мы все оттуда едут. Может, они в другой мизинец? Почему мизинец самый короткий палец на руке? Потому что человеку он особо был не нужен, ну, в общем-то, хватательный, да, он? Он стал маленьким, то есть, любое живое существо, да, вообще так устроена природа, что... Это правда? Конечно, если тебе что-то не нужно, и ты этим не пользуешься, то оно как бы исчезнет, ну, это я так образно, там, ненаучно говорю. Мо большой и маленький. Оно как бы исчезает, если ты не будешь ходить, не будешь пользоваться своими ногами. У тебя исчезнут ноги. То есть у нас останется одна голова, да, которая будет, их два глаза, которая будет смотреть в ноги. Крис, скажи, пожалуйста, что за космогорические книжки ты читала здесь? Я говорю то, что есть. Почему же люди, которые безмозглые, не пользуются своей головой, она всё равно у них на плечах? Подожди, там взгляд уже недобрый, какой-то некрасивый, поэтому... Подожди, одно дело недобрый, некрасивый взгляд, а другое дело голова до сих пор висит на плечах. Но оно ж не прям до такой степени. Пока у человека появляется для начала там целлюлит. Ну ладно, целлюлит это фигня. Кстати, насчёт целлюлита... Сейчас все целлюлитные скажут, что... Нет, целлюлит, кстати, это не порог. Кстати, целлюлит тоже не порог. Это уже косметолог там одна придумала. Вот. Специально, чтобы... Целлюлит вообще нормальная тема на самом деле. Для девушек. Респект целлюлит. Серьёзно. Картины старые, посмотри, всегда подрисовывали целлюлит девушкам. Прям подрисовывали, да? Думаешь, его не было, а подрисовывали, да? Да, это потому что рекламный трюк косметологов, что типа вот его не должно быть, должен он быть. Серьёзно говорю. Ну да, и волосы под мышками. И на ногах. Всё должно быть. Не, на самом деле, я сейчас не шучу. Вот мы подошли к озеру. И, ну, пока что ничего особенного. Нам сказали, к деревьям туда дальше надо идти. Тут купаться запрещено, но люди купаются. Ну, наверное, это Россия, да? Россия любимая наша страна. Закон нам не писан. Смотрите, какая красота. А вот там, похоже, деревья наши. Невероятно красиво вообще. Я иду, и мне хочется сфотографироваться возле каждого столба. Это действительно очень круто. И там вдалеке я вижу вроде бы как деревья какие-то. Мне интересно, там в воде можно сфоткаться? Я бы хотела по колени зайти. Конечно, страшно, может быть, там кто-то обитает. Но посмотрим. Сейчас дойдём, посмотрим. Отличный домик. И написано Amstel Premium Pilsner. Наслаждаясь жизнью, здесь не торопят время. Амстердам. Вон наши деревья. Но я даже приблизить не могу. Кристинка наша готовится к съёмкам видео. Красивый свет. Давай фоткаться скорее. Денька. Денька, тебе нравится красота эта? Мы продолжаем идти. Пофоткались там на том месте, что хотела отметить здесь. Просто мы то в горы, то с горы. Тут, короче, беседок много вот таких. Беседка 13, беседка 9. Тут можно сидеть, отдыхать. Прямо на бережку. Ой, что ты готовишь? Вот, мы сейчас идём к деревьям нашим. Навстречу нам идут люди. Написано везде, что нельзя полить костры. Разведение открытых костров запрещено. Вот. Ну и куча беседок. Вот 14-я беседка уже. Везде мусорки стоят. Дорога ровная. Вот беседочки. Короче, крошки мои. Мы дошли до этих деревьев. Вот они очень близко тут сейчас. И я смотрю, что там лодочки везде. Только я смотрю, что эти лодочки не здесь припаркованы, вот здесь вот на бережку, да? А они припаркованы... Они вот оттуда откуда-то едут. Вот там мост. Откуда мы шли изначально, где нас привезли по ходу, мы могли просто сесть на лодочку и реально приехать сюда. И все красиво, мы поплавали. А мы шли с коляской. Тут уже дорога вот такая вот чуть-чуть шла. Малыш нервничает. Вообще, блин. Короче, взяли мы катамаран. Я думала, что с нами будет кто-то крутить за нас педали. А мы сядем. И будем перекрестность... Ты вот это вот крутишь? Да нормально все. Нам туда направо. Да, я знаю. А почему мы... Деваем на середину. Ну так страшно, честно говоря. Нам жилеты не дали. Малыш, жилеты 7. Короче, мы хотим дорулить до этих кипарисовских деревьев. Я не знаю, как мы будем друг друга снимать. Нам нужно сосредоточиться и ехать куда надо. А мы едем, я сейчас вам покажу. Как. Смотрите, мы держим курс. А теперь мы поворачиваем куда-то в другую сторону. А теперь мы куда-то поворачиваем. Крис, куда мы едем? Нормально. А теперь мы вообще... Само шея, капитан. Славяющий. Класс, Дэнь? Да, класс. Ты мой сладкий. Он помогает. Из-за него мы едем зигзагом. Дэня. Кто у нас крутит педали? Скажи, мы не крутим, да? Наши педали пусты. Крис крутит педали. Ну, зря ты, зря. Опять что-то не работаешь. Куда ты крутишь? Крис, блин, я тебя прошу. Я уже задолбалась ездить. Пожалуйста, держи курс. У нас сейчас будет столкновение, походу. О, нет, нет. Смотрите, как близко мы к деревьям. Так, походу, да, нас поранят. Мамочки! Мне вам страшно уже. Нас прижали. Так, они нас догоняют. Они хотят нас заторанить. А мы поплыли еще куда-нибудь. Оказывается, катамаронами тоже можно столкнуться. Да. А перед отплывом еще Селена спрашивает, дайте нам жарят. А ей говорит человек нормальный, что они непотопляемые. Да и вообще, как могло произойти столкновение. Мне понравилось вот здесь, смотри. Промиллиметровать, смотри. Да. Вау. А ты хочешь, чтобы я остановилась? Залезешь на дерево, прыгаешь? Нет. А ты залезешь на дерево, прыгаешь? Ты крутишь, а мы педали. Мы крутим педали, а ты руль. Рули, давай. Показывай, как ты нас рулишь, куда ты нас. Поворачивай, смотри, мы сейчас дерево врежем сюда. Вот туда поворачивай. Вот так вот рулим куда, да? Молодец. Получается у тебя? Нет? Да все у тебя получается. А, я не держи. Давай. Красиво как, да? Среди деревьев таких. Вид шикарный вообще. Ой, ты маленький, рулишь. Рулишь. Молодец. Пусти ее поворачивай. Стоять. Сзади катамаран с плахишами. Они постоянно пытаются нас подтаранить. Малыши плахиши. Дэн, что ты на мою руку нажал, смотри. Давай еще между деревьями, да? Ну да. Все, мы возвращаемся. Дэн, что ты на мою руку нажал, смотри. Ты как это знаешь, Винни-Пух с пятачком, когда пришли кушать, он ему завязал рот, а он сейчас, вот Дэн, ты его посмотришь потом. Жилетка ему до носа. Работаем ножками. Ай, класс, да? Смотри, захотелся. Все, возвращаемся. Все, садись. Ну вот мы уставшие. Идем с озера. На самом деле, озеро действительно стоящее место. И кто будет здесь, это обязательно для посещения. Я очень распечалилась, что мамы моей сегодня с нами не было здесь. Ну я думаю, что особо места, ну как бы и немного куда сходить, но они такие классные. Поэтому я думаю, что возможно мы сюда еще раз придем. Да, Крис? Да. И я... Ой, подожди, да, по-другому скажу. Да. И я одену свое платье. В пол такое. Может быть где-то здесь. И мы сфотографируем меня. Тебе понравилось, Дэн? Нет, как нахожусь. Ну, конечно понравилось. Че, ему вообще ходить не надо. Когда мы идем? Мы идем сейчас укладывать пацана. А потом пойдем. А? Шочков дойдел. На такси? Нет, на такси. Это что? Ты на ручки хочешь? А мама не устала, как думаешь? Да, 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 да. Ты ничего слушать не хочешь, я вижу, да? Ну все, все. Сейчас ногами пойдешь. Вчера, после того, как я взяла пиноколаду, бармен предложил мне какой-то напиток с яичком и с малинкой. Как называется, говорите? Клавер Клаб. Клавер Клаб. И здесь водка, я смотрю. Не, а джин. А, джин. А я не разбираюсь в алкоголе. Так, а это что? Минный сироп. А это просто сироп. Вот яичко, оно меня смущает. Кристина считает, что яичко для антуража. Посмотрим. Я, кстати, собираюсь сейчас покупаться в своем прекрасном купальнике. Как одна мне девочка написала, что у меня икс... Что? Задача икс – выгулить все свои купальники. Это правда. Но я не все взяла, к сожалению. Так бы была возможность все выгулить. Как любит, приговорит мам! Жизнь! Минный сироп. Стаканчик пластмассовый. Чтоб можно было накидаться им. Да. Чтоб можно было кидаться им. В случае опасности, да? Мне кажется, он такой большой. У меня пол-литра тут. Нет. Главное не окосеть. Я же могу с двух глотков покосить. Это вот, кстати, из-за белка. Здесь чистый белок. Желтка нет. Да ладно, яйца магазинные. Желток крестинке отдали. Яйца магазинные. Мой коктейль готов. Я его уже попробовала, но еще раз попробую для вас. Он очень вкусный. И я думаю, что я могу окосить с него. И мне бармен сказал, что это не простой коктейль. Коктейль создан в 1911 году. В 11-м году. В мужском клубе любителей джина. В мужском клубе любителей джина. Представляете? Какой редкий коктейльепый. Красиво. Спасибо. Коктейль. 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 Что я говорю? Что я говорю? Знаете, быть блогерам реально нелегко. Сейчас вам просто покажу, как тут красиво. Я залезла просто в бассейн с подсветкой. Я недооценивала его реально раньше. И это очень круто. Вода тепленькая, сейчас немножечко прохладненько на улице. И я вылезать не хочу отсюда. Мне сделали шикарный коктейль какой-то, который был создан в 1909 году. А я вам уже сказала. Ставил у меня коктейльчик, походу. Мы сейчас с Кристиной у меня сняли на ее камеру, потому что у меня в темноте фокус прыгает обычно, а у нее нет. Очень красиво, как я в тунике в своей захожу по лесенке вот здесь вот. Я надеюсь, что получилось очень красиво все. Но сейчас хочу сказать, вот такие люди, которые любят очень много фотографироваться, сниматься, а еще если это их деятельность, это часть моей жизни, всю свою жизнь показывают для вас делиться чем-то полезным, вообще частью своей жизни. И когда я вижу какое-то хорошее место, красивое, мне сразу же хочется поделиться этим местом. И это очень тяжело, когда тебе хочется и в Инстаграм выложить, и в Ютуб снять быстрее все. И ты хватаешься за эти телефоны вот в этих вот условиях, с мокрыми руками. И сейчас, когда мы снимали, я говорю, Кристин, куда мне снять, на телефон или на камеру? Куда лучше в Инстаграм или в Ютуб выложить это видео? И хочется сразу все, понимаешь, 10 человек надо, чтобы тебя снимали, и что ты передала в полной мере все. Вот. Короче, нелегкое это время, нелегкая это задача быть блогером. Это надо очень сильно любить, чтобы все хорошо получалось. Вот. У меня очень вкусный коктейльчик, но он, я вам скажу, знаете что? Временький. Может быть, уже повидно ко мне? Ну, он очень красивый. Вообще, я начинаю уже замерзать. Надо выходить. Надо выходить. Ладно, мы вообще с Кристиной собирались покушать. Я говорю, пойдем, я сниму купальник свой блестящий. Смотрите, как он красивый. Видите, я не в фокусе. Мокрыми руками нужно выправлять. Вот мой блестящий купальник. У меня еще два осталось в магазине. Но они остались большого размера. Там остались МК и ЛК. А может, на XL пойдет. Вот. Они с завязочками, поэтому могут на два размера. Один размерчик на два может идти. Но я вообще не пожалела, что я взяла... Ну, звезда, посмотрите. Ну, разве не звезда? Точнее, русалка. Русалка. Все, я, короче, выхожу уже, девчонки. Потому что я замерзла. А, еще сережки у меня стоят какие-то красивые. Зажла... 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 Крис, ну не смейся с меня. Я зашла в ближайший туалет посмотреть, насколько скромно я выгляжу. Мы собираемся пойти пожрать. Так выражается Кристина. Я бы сказала, конечно, покушай. Ну, короче, мы хотим покушать. И я просто здесь купалась сейчас в купальнике. А ну, вы видели перед этим. Да. И вот я надела сейчас... Надела свою белую кофточку. Она у меня такая неглажена. Это не кофточка, это такая туничка. Я вот смотрю, насколько скромно я одета, чтобы никто к нам не приставал. Потому что мне этого не хочется. Ну, вроде нормально. Сейчас покушаем, да перейдем спать. Я думаю, что все обойдется. Заодно мы вам расскажем, насколько здесь культурные люди. Пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok Мы вышли покушать. Взяли барабульку. И кого еще? Да. И пеликат. Две рыбки, которые надо попробовать. Очень крутые. Ну и картофельчики. И вино. Что? А пока танцы. Держи. 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 Какой запах? Кажется Ого, у тебя одни косточки отлетают Да? Да я шучу Селена кусок на двоих разделила Да у меня одни косточки остались Снег упал на плечи Нет, я не другой Я всё такой Юной душой Как везде Зачем долго не скучать Буду о тебе вспоминать Даже если ты далеко 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 А на море Белый дым сок Дует тёпный ветер В лицо Можно даже Небо коснуться Рукой Буду очень долго Скучать Буду о тебе вспоминать Даже если ты далеко 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 Одиночество Сволочь Одиночество Круга Я не чувствую сердца Я не чувствую руку Крошки Вот мы возвращаемся домой На самом деле очень хорошо посидели Вообще замечательно И я давно так не отдыхала Когда все условия сходятся Это редкость Я вам что-то серьезно говорю Потому что я ловлю волну И сейчас я была на гребне Этой волны Я реально говорю Как красиво сказала Да? Я запомнила На гребне волны Да Сейчас конкретно Я прям просто ловила И это не была одна минутка Которую я поймала Это были целый час Да ну И пока мы были Вот там на бассейне Я не знаю Три часа кайфа я сейчас поймала Это просто нереально И продолжаю сейчас Пока его ловили Я что хотела сказать-то? Я хотела сказать Что Суко Мы были в самом центре Набережная Где люди тусуются Кайфуют Где собираются все Просто спокойно Нет никаких девушек А давай познакомимся Или там девчонки Тра-ля-ля Вообще Не было не в том плане спокойно Что Печально А именно Комфортно Что Да Да Хотя сегодня этот день Да Честно говоря Интеллигенция Я иногда боюсь Да Выходить вообще На улицу Когда вот такое происходит И я не выйду Если я увижу Услышу Но здесь вот в этом месте Я абсолютно Не слышу здесь Абсолютно адекватные Спокойные люди Я вообще Респект Как так культуру Очень культурно Спокойно Я в своем платьице И Кристина В своем комбинезончике Прогуливаемся И никто нас не забадывает Вообще Никто к нам не лезет Давайте познакомимся Давайте Ау какие девочки Или как бы Мы же прихорошились Что-то там Ну как предложили Где-то там с 10 метров Нет Сказали ой какие красивые девочки Ну да Ну почему нет Ну даже она вообще не тронула Да Просто комплиментом что-то сказали Бывает и похуже На удивление Вот мы идем И Селена Я подхватила Говорю Да вот как-то не чувствуется Что вот Да В общем все классно прекрасно И можно одеваться и краситься как хочешь Да Этим здесь Не ну не как хочешь Не ну извините Ты слышала певец как пел Там оперный голос Мы На самом деле Мы присели в кабачок 12 стундов Но Почему? Для того чтобы поесть Местную Здоровую пищу Наш кабачок назывался Эдем Эдем Да Но мы туда сели чтобы Ну вкусно покушать Не за то чтобы красивые Короче Смысл того что Парень пел оперным Ну не оперным конечно Я утрирую Я не так круто пел Короче хорошо пел Короче Вы поняли о чем я Да? Здесь спокойно Здесь спокойно Девчонки могут спокойно здесь отдыхать Не думая что их будут Забадывать Неадекватные парнишки Забадывать бычки Доброе утро крошки Еду и вспоминаю что Даже сегодня еще не поздоровалась с вами А мы едем уже в Анапу Да мы вроде все уже посмотрели Все достопримечательности Ну какие было нам интересно И по возможности с ребенком И по времени Ну и вот решили в Анапу съездить Я там была очень давно Лет десять назад Я отдыхала в Витязево Кто знает И Ну и в Анапу мы заезжали тоже Помню что там Песок На море И что когда ветер Блин этот песок Очень сильно бессил Че ты Здоровайся тоже Что ты В общем В общем мы сейчас до обеда Решили сесть в Анапу И погулять немножко Было холодно с утра И я так Накинула на себя пиджаку А сейчас жарко Че пацан Что там Снять вот это Что это такое Что у тебя тут Антистресс Играйся Мы высадились где-то в центре набережной Идем сейчас к водичке Пацана надо накормить уже И я хочу сесть где-то в ресторанчике Возле водички Я очень люблю честно говоря Воду Утром было холодно Люблю в воду сидеть возле воды Не столько купаться Сколько вот сидеть возле нее Утром было холодно И я надела пиджак Еще мы опаздывали на такси Я его там нагладила Весь В итоге сложила и положила А он из льна Быстро мнется Но я надеюсь Что он мне не понадобится И еще мы забыли коляску Поэтому Кристина Успешно несет ребенка Сейчас мы дойдем до набережной Присядем Сказали что здесь еще коляски Где-то напрокат Вроде бы как есть Я сомневаюсь конечно в этом Там я такого нигде не видела В коляске напрокат Ну посмотрим Девочки фикс прайс нас преследуют везде Я даже ресторан нашла Русский стол Где все по 50 рублей Ну я не знаю Я хочу к воде Поэтому мы наверное сюда не зайдем Проверить действительно ли оно все так Но реклама классная Мы кстати зашли в одну рекламу Где было там все по 10-20-30 рублей В итоге купили там За 70 То я цены так спросила 100-200-300 Я говорю это что рекламный ход просто 10-20-30 таких цен даже нет А там одна коробка Где вот такие цены мелкие Идем и идем На набережной Вот тут сразу купаются все И я не вижу никакого такого кафе Прям на море Но зато мне понравилось Вот такое интересное кафе Элина Оно в каком-то греческом стиле Пойдемте Пойдемте Да ребятишки Пойдемте День Теперь нужно поволшебничать У мамы Ну это только я так могла Она закрытая На какой-то летний период Или что я не пойму Да нет Но надо попозже Оно больше наверное такое Вечернее Красивое место Но оно пустое Может быть Оно вечернее Кристина говорит Так А вон еще там что-то Элина А дальше идет Еще что-то Сейчас посмотрим В общем мы завернули за угол И тут Сразу целый ряд всяких кафешек Которые находятся на берегу Но к сожалению Там в одной громко музыка играла В остальных вообще народу не было А я как-то немножко Не очень Люблю садиться туда Где прям совсем народу нету Да Ни на втором Ни на первом То ли они еще не проснулись То ли может проходимость Невысокая Скорее всего не проснулись Но как-то мне не очень Хотелось прям к ним садиться И мы нашли тут вообще Не просто даже на набережной Вот набережная это вот там вот Как бы да А мы нашли прям вообще на воде То есть чуть-чуть прошли по мостику И сели Здесь какой-то бургер-клаб Тут небольшое меню у них на самом деле Вот Два листа всего Ну а заказала картошечку фри Заказала какой-то теплый салат С говяжьим языком по-моему Сказали сытный Заказала какое-то красивое мороженое Вот она Верхняя Вот это Что-то там Должно быть очень вкусно Кристина заказала себе как всегда Сельдерей во фреш Офиг Очень вкусно Сельдерей во фреш Вкусно Я пробовала как точно Плюнула Обратно Может это не красиво как я себя веду? Ну в общем мне не нравится сельдереевая Подожди я взяла апельсинь Подожди Ты отвратительно от себя идешь Ты меня любишь? Я тебя Не скажу Да чтоб не сглазили Это все говорится чтоб не сглазили Мне даже язык не поворачивается Сказать я тебя не люблю Понятно Я это вижу под глазами Да я шучу Это все шутки Надеюсь вы понимаете Селена Что ты мои губы снимаешь? У меня не такие шикарные Я такие шикарные губы А что ты говорила то этого? А отвратительно ведешь? Нет Селена себя отлично ведет Контролирует себя Дэнни и меня Все по каналам Вот смотрите море Ну и кузико такое Сладкое кузико Здесь еще какие то кафе Вот там Морской клуб Ну я че то вот клуб знаете Меня смутило слово клуб А вот свет вообще вот так падает Я забыла Дэнни уже заждался Он так не любит в этих креслах сидеть Очень редко Когда его чем то займешь А так он же замучился ждать Тихо плещется вода Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да А вот там люди Прикол тоже Крис поверни задом пожалуйста А ну почему У тебя очень красивые шорты Покажи Смотри Вот так и находится у нас здесь Да Ну Покрутись Жалко что ли тебе Я люблю вот кстати Такой формат шорт Очень классный Ну я вот и иду и боюсь Что они Свери трутся Понятно где И порвутся Да? Такой красивый десерт И взяли еще Деньги Отдаю все фруктики Решила снять Пока он еще не это Не съел все И салат вообще офигенный Как все таки быстро летит время Пацан сам макает картошку в соус и ест Салат Салат Просто курума Вкусно? 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 Ой смотри как он пальцы делает как я прям Вкусно Мизинчик видишь Оттопыривает Вкусно 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 Кстати Мы приехали сюда за 600 рублей А сейчас Салат такси сатурн она поместа посмотрим сколько всего выйдет девочки вы сужнаешь вот что значит когда ты не знаешь города вот пожалуйста красивое место делим вообще просто это же море так видно но не так близко как там капитан для его красивое место капитан твою мать не на мы тоже в классном месте сидели но это круче здесь вот видно что какие-то вина можно хорошие попить красиво в капитане как красиво вообще так он по моему наш такси прокат велосипедов и колясок прокат слушай правда есть напротив капитана прокат колясок блин сколько мест еще тут классных может еще сюда вечерком съездим поспали блин после она по устали а столько местом красивых еще увидела уижа обидно не знаю попадем или нет туда еще но сейчас короче загораем потом пойдем кушать куда-нибудь вот такой вот вид нам открывается а мы за гора крошки сегодня день следующий но уже был день следующий вы поняли вечер следующий и мы решили сегодня съездить в анапу так как сегодня днем мы были в анапе и увидели уходя очень много красивых мест естественно хочется там побыть вечерком я боюсь конечно комаров и опять мы в попыхах собираемся потому что малыш не спит надо его укладывать и нужно быстрее свалить чтобы ребенок расслабился и уснул спокойно а то мы пока входим собираемся естественно он не спит и вот мы вышли в попыхах и я забыла крем главное купила крем от комаров и я его все время забываю так что сегодня думаю мы будем загрызаны немножечко вот сейчас вызвали такси кстати яндекс такси здесь тоже работает оказывается и очень прекрасно сейчас он за нами заедет и мы поедем в одно из тех мест которые мы увидели красивые посидим там немножко кушать мы не хотим я думаю выпьем вина коктейльчик и обратно домой вот потому что здесь в суку особо нет места каких-то прям крутых которые мне хотелось бы а там вроде вот прям по моему вкусу мы надей нарядились вот так я делал свою платьицу точнее сарафанчик и крис тоже звезда в шоке все для фото все для инстаграм мы пришли в прикольное современное место называется дель марвали здесь очень нравится мы взяли вино и коктейльчик но что-то нам не идет нам все не идет мы замерзли сейчас еще закажем кальян это пар такой как и в домах это пар просто влажный сосок и на кальян курить не запрещено ну вот мы и посидели в дальмаре называем такси холодно на самом деле на улице сейчас кристинка говорит пойдем добежим до песочка там до пляжа эти фотографирую игры нет давай уже поедем домой лучше но сейчас темного еще сзади меня стоят лодки там у нас сначала идет набережной камни об этом песок но мне еще обувь немножко найти рад и поэтому никак в капитан мы так и не пошли вот он капитан оказался он немного такой знаете я зашла туда и он немножко такой ну мне кажется не совсем современные он такой какой-то высокие потолки все вот так рядами стоит где-то где потерял крестину вон она сидит вызывает такси яндекс такси кстати здесь работает и стоит дешевле чем вызывать такси с гостиницы с которой мы были мы с анапы доезжаем до крестюшеньку удобно что там получается мы с сука до анапы из анапы с ухода доезжаем за 400 рублей а с гостиницы нам предлагают за 600 понимали мы экономим деньги мы посидели сейчас на 3 тысячи но экономим 200 рублей я купляешь 3 3 посетили две восемьсот пятьдесят вот а выпили всего лишь вина коктейля до кальян взяли но она не дешевое место да но там современненько и я хорошо посидела там лично я почувствовала приятность для меня это важно для меня хорошее впечатление важнее денег вот я хочу где-нибудь сфоткаться в своем платье в сарафане домой собираешься мороженое что что вот и привидение увидела ну еще раз бежит давай забежи давай давай так наоборот красиво остановилась пусть они там будут они тебе помогают давай давай ты хочешь сфоткаешь меня да нет бежит давай лучше сфоткай не а а а а а а а а а